Снимаю, да? Всё поставил? Всем привет, ребята! Я очень рад видеть вас на моём канале. Скорее подписывайтесь, если вы ещё не подписаны. Нажимайте на вот эту вот красную кнопку. И становитесь частью нашей большой и дружной семьи. Ой, боже, сегодня достаточно такая тема. Не хотелось мне особо наговорить на эту тему, но поскольку большая часть людей, которые меня окружают, уже обсуждают её. Многие блогеры в том числе. Давайте её тоже обсудим. Очень большую популярность недавно словил такой вирус, как коронавирус. Я думаю, вы все уже знаете об этом, потому что это почему-то вывело такой хайп, что знают вообще практически все. Постоянно я слышу на улице, в школе, в других общественных учреждениях, местах об этом вирусе. Проскальзывают какие-то непонятные для меня шутейки. И это мне вообще непонятно. Зачем на эту тему шутить? Я на самом деле вообще до определенного момента был не в курсе, что представляет из себя данное заболевание. видел на самом деле недавно выпуск, ну недавно, я думаю, 2-3 недели назад выпуск вечернего Урганта с Еленой Малышевой. Конечно же, Елена Малышева устроила там полное посвешище из этой темы. Ааа! 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 Это только начало. И что? Вот так, вот так. Кто бы сомневался, все поржали И на этом закончился выпуск Никто не хочет обсуждать это И понятно объяснять Просто какая-то фигня, все ржут Я не понимаю, в принципе, что за тема Почему вокруг нее столько Различных обсуждений Но не рассказывают, в принципе, что это такое Пришлось мне немножечко порыскать по сайтам Посмотреть различные видеоролики на ютубе Также большое спасибо каналу Ой, одному не буду называть название Благодаря которому Я имею в виду канал на телевидении Благодаря которому я хоть чуть-чуть узнал Что это за заболевание, что это за вирус На самом деле коронавирус это достаточно такое заболевание Не особо приятное Коронавирус это острое вирусное заболевание Характеризующееся преимущественным поражением Дыхательной системы И желудочно-кишечного тракта Коронавирус является занозной инфекцией То есть эта инфекция может передаться человеку От какого-либо животного На данный момент от этой болезни погибло 3000 человек примерно Но я уже не знаю на выход этого видеоролика Сколько людей погибло Но вот на момент съемки 3000 человек примерно так Видео будет не особо большое Я думаю здесь я просто выскажу свое мнение на данный момент Которое у меня есть Я думаю я буду еще снимать видеоролики на эту тему Как она будет развиваться И надеюсь что она не будет развиваться И тогда мы поставим точку на этом Но я думаю этот видеоролик просто будет кратким введением Тех кто не в курсе Также вот я Ой подушка улетает Объясню вам в принципе что это такое И вкратце расскажу Я думаю не особо много буду сейчас говорить Просто поговорим немного о коронавирусе О том что происходит и все И в этом видео я думаю я больше буду выражать свою точку зрения Не рассказывать вам в подробностях Что это за заболевание Я вам уже сказала как оно передается И что оно поражает И на самом деле ребята до определенного момента Опять же я вообще не знал что это за болезнь Что она себе представляет Почему все постоянно шутят на данную тему И конечно последним порогом было то Что у нас начали в школе постоянно шутить на эту тему Но тогда мне уже стало совсем интересно Что это все таки раз оно имеет такую большую глобальную популярность Все равно я пока не до конца понял Что представляет из себя данное заболевание И в принципе большой ажиотаж над ним Я очень надеюсь что эта проблема разрешится в лучшую сторону И не из-за того нет никого из моих близких И из вас мои любимые Я надеюсь все будет в порядке И на самом деле в определенный момент Как раз тогда когда у нас начали оршучиваться в школе Я залезал в телефон И меня начало просто уже сильно бесить То что и всякие паблики Которые не имеют никакого отношения ни к заболеваниям Ни проблемам происходящим в нашей стране Или в других странах начали шутить на эту тему Мне это было совершенно непонятно Да и сейчас особо непонятно Почему какой-то паблик Который относится допустим к определенному мультсериалу Мультфильму Фильму К блогерской тематике Шутят на эту тему Я не знаю Но я не вижу здесь ничего смешного Я конечно понимаю что можно немного пошутить Но когда это превращают просто в посмешище Да Елена Васильевна да Вот так вот так Это уже не совсем хорошо Но это лично мое мнение В общем говоря абсолютно на каждом портале в интернете обсуждают данную тему И самое интересное для меня было Это маски на людях метро Мне не совсем понятна схема Почему на 50% людей есть маски А на 50% нет И тогда в чем смысл этого мероприятия Объясните мне пожалуйста Если все равно 50% чисто теоретически Могут заразиться И быть поражены этим вирусом Плюс как было сказано Выборочно собираются мерить температуру людям При входе метро специальными приборами Я думаю вы все знаете Потому что лично у нас в школе измеряли нам температуру То есть подходили к ученикам Прикладывали, мерили и так далее Мне тоже мерили Кстати у меня все в порядке Поэтому можно выдохнуть Ну или хейтеры могут расстроиться Кстати говоря в последнее время Меня очень напрягло наличие странного лекарственного запаха В автобусах Которые я встречал лично Вот у меня здесь ходит автобус И практически в каждом автобусе Есть какой-то лекарственный запах Не знаю может быть это В систему венсиляции Вели какое-то Какое-то обеззараживающее средство Или же протирают настолько сильно Что потом всю поездку пахнет этим средством На самом деле не совсем приятно Такое ощущение как будто ты едешь в поликлинике Какой-то Или в больнице Ну не знаю с чем это связано Почему-то только у меня в автобусе такое было В других допустим Автобусов в других районах Не встречал этого Но у нас почему-то это есть Не знаю почему В общем я и вам ребята советую Не паниковать преждевременно Просто тщательнее относиться И прислушиваться к своему организму Обязательно соблюдать правила гигиены Которые я соблюдаю каждый день Независимо от того что там коронавирус Грипп или еще что-то бродит В любом случае нужно обязательно мыть руки Также когда я прихожу домой Я просто промываю нос Мирамистином Обеззараживаю тем самым его Часто проветру его помещение Чтобы здесь никакие бактерии И различные вирусы не скапливались И также при приходе из различных общественных учреждений Сразу кладу свою одежду в стирку И все И в принципе мне это помогает Все равно я часто болею Но это уже из-за проблем со здоровьем Определенными проблемами Но это ничего страшного в этом нету Все окей Давайте будем здоровыми Занимаемся спортом Ребята обязательно укрепляем вашу мышцу Потому что кстати говоря Я занимаюсь спортом каждый день И вам советую Ну а на сегодняшний момент все Это все что я смог узнать Все что я смог понять Понял то что В России уже есть 3 человека Которые больны данным вирусом Находятся они в больнице Также кучу народу еще загнали в больницу Те кто контактировали с этими людьми Которые привезли эту болезнь в Россию На самом деле уже практически во всех странах Есть этот вирус Кроме Антарктиды Ну там никого из людей нету практически Или вообще нету Ну а я с вами прощаюсь Надеюсь вам понравилось это видео И все с вами и со мной будет хорошо Поэтому увидимся в следующих видеороликах Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok